Давайте, 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 повторим, вычистим. Не торопитесь, вы заторапливаете. И почему в конце строки не берете дыхание? Там же дыхание. Как живется вам с другою? Проще ведь? Удар весла, все прямо, ага. Боже, страсти какие, страсти, студентам показывать такое нельзя. Поехали. Ж. Держим, 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 опускаем. З. Ж. Ж. Собираем два звука. То, что мы с ними за пять дней, ну, во всяком случае, мы показали путь. Вернее, да, вот то, что мы делали, они хоть поняли, каким путем идти. Лила-ла-ла-ла-лы. Лила-ла-ла-лы. Лила-ла-ла-лы. Мимо-ма-ма-ма-мы. Нины-на-на-ны. Лила-ла-лу-мы. Давайте метели вспомним, да? С дыханием соединим все. А, да, гласные, да? Ну, прогласные. Поехали немножко с ними поработаем. Наташенька, шею, Наташ. Глава. А, да, не для меня делаете, а для себя, да? Поэтому нашли то, что никто не мог найти. Сначала поняли, где, потом подняли, да? Сначала мысль, потом слово. А, 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 о, 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 о. И петели... Хорошо, достаточно. Давайте сначала немножко поработаем с ним, потом будем вспоминать, что делали. Пожалуйста, слабо сильно строчки, ладно? Не кричим. Стараемся как раз нарабатывать этот навык. Ты же, о Зевс, всех даров. Помните? Поехали тричатый. Только не кричите и не спешите. Ты же, о Зевс, всех даров, Властелин темнокудрый, громовый. Дай человеку свободу от власти, Прискорбной незнания. Ты изгони из души неразумье и путь. Укажи нам для бессмертных, Кроме как общий закон, Восхвалять и чтить справедливость. Хорошо, давайте теперь попробуем походить. Четыре наверх, четыре вниз. Ты же, давайте чуть выше начнем, чтобы не босили. Ты же, о Зевс, всех даров, Властелин темнокудрый, громовый. Я не говорю дыхание, но вы сами знаете. Дай человеку свободу от власти, Прискорбной незнания. Следующая строчка. И ты изгони из души неразумье и путь. Укажи нам. Следующая. Кроме как общий закон, Восхвалять и чтить справедливость. Закон. Пузо отпустите, возьмите дыхание. Ты же, о Зевс, всех даров, Властелин темнокудрый, громовый. Дыхание. Дай человеку свободу от власти, Прискорбной незнания. Дыхание. Ты изгони из души неразумье, Не торопитесь, И путь укажи нам. К мудрости вечной, С которой ты правишь Над всем справедливо. И честь от тебя восприяв, И честь от тебя восприяв, И тебе будем честь воздавать мы. Вечный день я восприяв, И тебе будем честь воздавать мы. Та-та-та. Вечный день я восприяв, И восприявая деяния, Как смертному должно. Та-та-та. Нет награждения прекрасней Для смертных, И нет для бессмертных. Та-та-та. Кроме как общий закон, Восхвалять. И чтить справедливость. Девчонки, лицом к нам. Встаньте, вы немножко там Подгруппируйтесь. И вы подгруппируйтесь. Да? Чуть-чуть. Чуть-чуть там. Да, вы чуть-чуть. А вы сюда. А вы там можете, да. Вот так. Ну-ка, давайте соберем это все. У нас получается. И... Не хулиганьте. Это речевой хор. Это не... Не пойте! А мы проговариваем слоги. Слоги проговариваем. Каким образом? Ты же, о Зевс, всех даров, Властелин темнокудрый, громовый. Дай человеку... Ну что, будем, начали, нет? Поехали. Три-четыре. Ухо, ухо включите. Ухо. Ты же, о Зевс, всех даров, властелин темнокудрый, громовый. Дай человеку свободу от власти, прискорный незнания. Ты изгони из души неразумье, и пусть урожином. К мудрости вечной, с которой ты правишь над всем справедливо. Честь от тебя, воскресе, идика. 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 Кроме как общий закон восхвалять, не чтить справедливость. А у кого-то справедливость. Взяли дыхание и упали в несколько минут. Еще разочек с удовольствием взяли дыхание, потянулись. И упали вниз. Потом было замечательно. Во-первых, все уже те люди, которые уже прошли первый поток, а это значит, что они стали родными. И такого желания, такой радости, такого какого-то понимания, чем они занимаются и что они хотят, у нас, пожалуй, еще не было. Мне кажется, все в восторге, в полном, совершенно в шоке от того, что ты сам можешь почувствовать такие сильные эмоции. Надо сказать, что мы действительно так долго ждали эту вторую ступень, что столько в голове вариантов того, что можно было сделать, все-таки я пришла к выводу, что нужно продолжить и проверить прозу и двинуться вперед в стихи. Так, друзья мои, значит, давайте начинаем с блока. Одно из самых моих любимых стихотворений в дюнах. Значит, здесь нет ни размера, ни рифмы, здесь нет ничего. Это так называемый свободный стих, тире верлибр. То есть здесь держится ритм только на стиховых паузах, больше ни на чем. В принципе, если мы начнем говорить и делать примерно одинаковые отрезки текста и ставить паузу между ними, то будет очень плохого качества, но свободный стих. Потому что вольный – это другое. Вольный – это когда есть размер, например, ямб, но двухстопный, потом пятистопный, потом трехстопный, то есть вольно гуляет ямб. Белый – это пятистопный ямб без рифмы, а вот свободный – это вот это. Я рабство не люблю, свободным взором красивой женщине смотрю в глаза. Не рассиживайтесь. Вот сейчас гораздо точнее, гораздо лучше, но не рассиживайтесь. Я смотрю в глаза, и все деловее отношения. И говорю, сегодня ночь, но завтра сияющий новый день. Приди, бери меня торжественная страсть, а завтра я уйду и запою. Хорошо. Женечка. Моя душа проста. Соленый ветер морей. Здравствуйте, пожалуйста. Соленый ветер. В одном предложении. Значит, мы смотрим по столбику. Как только строчка закончится, трудно, я знаю. Трудно. Моя душа проста. Соленый ветер. И я прекрасен. Нищей красотой звучит дюн и северных морей. Да. Вот сейчас разобрались с ритмом. И вот она пришла. Зараза такая. И вот она пришла. И встала на откосе. Были рыжие. Были рыжие. Нету паузы. Простите, что я дергаю все время. Смотрите. И вот она пришла. И встала на откосе. Были рыжие. Все. Ага. Услышал? Наверное. Так думал я. Хорошо. Так думал я. Ага. И вот она пришла. И встала на откосе. Были рыжие ее глаза. Нет. Были рыжие. И были рыжие ее глаза от солнца и песка. И волосы смолистые, как сосны, в отливах синих падали на плечи. Пришла. Зараза. Скрестила свой звериный взгляд с моим звериным взглядом. Засмеялась высоким смехом. Бросила в меня пучок травы и золотую горсть в песку. Потом вскочила и прыгая под час. Так. Ну, более-менее. Значит, только мне нужен Абалдимон. Вы понимаете? Мне... Ну, действительно. Это что такое вообще? Я такого не видел в жизни никогда. Ничего себе. Исцарапал. Зачем вам эта пауза? Интенционную развилку делаем. Я гнал ее далеко. Нет. Вниз. Я гнал ее далеко. Исцарапал. Исцарапал лицо охвой. Окровавил руки и платье изорвал. Кричал и гнал ее, как зверя. Вновь кричал и звал. И страстный голос был, как звуки рога. Исцарапал. Она же оставляла... Зараза такая. Зараза. Она же оставляла... Она совершенно в своем типоритне существует. Да, 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 да. Это удивление такое. Ни хрена себе еще бывает. Так за мной ходят табунами, а тут она вообще своей жизнью живет. Что это такое? Она же оставляла легкие следы в зыбучих дюнах и пропала в соснах, когда их заплела ночная сень. Да, да, да. Здесь можно еще чуть-чуть лирики. Давай. Дай мне знак. Дай мне знак, как будешь ты готов. Ну что, поехали? Давайте. Я не люблю пустого словаря. Любовных слов и жалких выражений. Ты мой, твоя, люблю, навеки твой. Я рабство не люблю. Свободным взором красивой женщине смотрю в глаза и говорю. Сегодня ночь, но завтра сияющий и новый день. Приди, бери меня, торжественная страсть, а завтра я уйду и запою. Моя душа проста. Соленый ветер, морей и смойный дух сосны ее питал. И в ней все те же знаки, что на моем обветренном лице. И я прекрасен. Нищий красотою зыбучих дюн и северных морей. Даня. Так думал я, блуждая по границе Финляндии, вникая темный говор небритых и зеленоглазых финнов. Стояла тишина и у платформы готовый поезд разводил пары. И я лежу, отбег задыхаясь, один в песке. В пылающих глазах еще бежит она и вся хохочет. Хохочут волосы, хохочут ноги, хохочет платье вздутое от бега. Лежу и думаю, сегодня ночь, сегодня ночь. По звуку, я бы сказала, что высоковато. Потому что, в принципе, по опыту мы не говорим «я люблю тебя». Мы говорим «я люблю тебя». Так, ну что, совсем… Да, да. У нас с коллегами показалось какое впечатление, что у нас проходит какая-то линия с маяков. Безусловно. В этом стихотворении у блока, да, есть. Тут он тоже большой, крупный, современники серебряного вида здесь. И вроде он… Нет. Сегодня ночь, а завтра… Спасибо. Оставил только… Моя! Моя! У него прям… Да, да, да. Колбачила. Причем в воспоминаниях у Бродского есть очень важная вещь, ну вот на мой взгляд, что Ахматова никогда не выступала, как сказать, вот судьей. Она никогда не была… Она была старшим товарищем, и они могли и имели право, так же, как она высказывалась об их стихах, точно так же они могли задавать вопросы и высказываться о ее стихах, и что-то там принимать, что-то не принимать, и больше того, она что-то даже меняла. Вот. То есть там было удивительное какое-то такое творческое сотружество. И вот из его интервью, которых я очень много читала, он, конечно, ей очень благодарен. Причем интересно, что… Ну, вообще про Бродского надо сказать все-таки два слова, потому что его манера чтения, которую наверняка все слышали, она немножко сбивает с того чтения, которое называется актерским, потому что он просто поет… Там есть ритм, в который он впадает, да, и он вот практически это такое монотонное, совершенно монотонное, вне смысла, казалось бы, нам, потому что для него слова не так важны, да, а нам все-таки хочется вытащить смысл. Но, немножко зная его биографию, я думаю, что вы тоже, да, понимаете, что он все время был из ряда вон. Он никогда не стоял в ряду со всеми. Он все время, он со школой проблемы, с этим проблемы, тут проблемы. Он все время был особенный. И все время было, как сказать, вот это не «а я такой». Он по этому поводу совсем не страдал и не переживал. Он был особенный, и он знал, что он особенный. И в этом смысле надо отдать должное его родителям, которые очень его поддерживали и жили они в, конечно… Ну, все это, вы знаете, полторы комнаты. Вот, но просто для меня абсолютно какая-то трагическая история, что им не дали повидаться с родителями. По личным внутренним ощущениям очень невероятный какой-то внутренний взрыв происходит, когда занимаешься с педагогами, когда тебя учат читать, произносить правильно уж, выдавливать из себя все, что там смято… Зажато. Зажато и затоплено. И вот это вот, понимаете, вот какая-то сила у нее, конечно… То есть ей стиха не хватает. Вам… Вот… …познавшему ли… …ли… …рыночную новизною… …сыты ли… …проваре без глубин… …как живется, милый… …тяжче ли… …как живется вам с любою… Избранного… Избранного… Не… Не бронитесь, не ругайтесь. Вы сейчас… Сейчас немножко… Это самое… Да, да, да. Эмоции очень похожи. Но поскольку в первый раз ты живешь с этим, и через полгода примерно начинаешь полностью осознавать, что же с тобой сделали. Сейчас прошло больше времени, прошло два года, и мы пришли не такими, как мы пришли на первую ступень. Мы пришли уже готовыми еще быстрее воспринять то, что нам дают. Вот… Сейчас немножечко разомнемся, в конце почитаем многоговорки, вот какие есть, чтобы получилось. Бавагада. Бавагада, 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 бавагада. А на «в», артикулируйте верхнюю «бавагада, бавагада, бавагада». Бавагада, 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 девочки. Пашенька, да? Ага, спасибо, молодцы. Давайте встанем, гласные и звукосочетания вспомним. Напоминаю, есть внешняя артикуляция, есть внутренняя на О. Помните? Не плоские, а объемные. Пошире встаньте. И, я чего-то не знаю. Поехали. И, Э, А, О, У. Вот смотрите. О, У, И. Они мгновенно должны встать в исходную. Если У, У, И, то нет нагрузки. О, У, И, И. И, Э, А, О, У, И. Молодцы. Я раз-два. И, Э, А, О, У, И. 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 И вниз ушли по секрету, сказали мне. И, Э, А, О, У. И тело включаем. И, Э, А, О, У. Хорошо. Прекрасно. И, Э, А, О, У, И. И, Э, А, О, У, И, Э, А, О, У. Максим. Кпык-пык-пак-пок-пук-пык-пык-пык-пык-пак-бок-бук-бук-бык. Поехали дальше. Замечательно. Ну что, любимая Р. 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 На 333. Хорошо. Давайте сначала начнем. Только тело. Р. Р. Да подождите вы, господи. Во-первых, пошире. Осторожно. Обязательно вот через эту палузу. Не делайте физкультуру. Р. Р. Да подождите. Р. Поехали. И. Р. Три. Р. Три. Вперед. Р. Три. Быстрее. Р. Р. Три. Р. Р. Три. Три. Р. Р. Три. Р. Три. 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 Прекрасно. Прекрасно. Р. Важнее безударный. Чтобы там это л. Р. 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 Гравер. Гравер. Гаврила. Выгравировал. Выгравировал, выгравировал, выгравировал. Мои дорогие, выгравировал, 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 выгравировал. То, что часто встречают. И раз, два, три. Гравер Габрила выгравировал, выгравировал, выгравировал Габрилу. Продолжаем. Маршрут, маршрутки построен. Маршрут, маршрутки построен. Маршрут, маршрутки построен. Маршрут, маршрутки построен. Так. Наталья, ваш ритм. Чижик, щука, три леща. Чуют, черта, три пища. Поехали. Чижик, щука, три леща. Чуют, черта, черта, три пища. Еще разочек. А если закольцовка, чижик, 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 щука, щука, три леща, чуют, чуют, черта, 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 три пища. Трепеща Запомните, я не помню, что я сказала Я не помню, что я сказала Да, да Там, чижик, чижик, чижик Щука, щука, щука Трепеща Чуют, чуют, чуют Чёрта, чёрта, чёрта Трепеща И поехали Как мы себя чувствуем? Мы себя чувствуем как автомобиль, который прошёл очередное ТО Который вновь может проехать какое-то количество километров без поломок Помыли, почистили, пропылесосили И он при этом приятно звучит Вам правильно только делать, да? Три-четыре Би-бе-ба-у-бу-бы Наталья Уважаемый суд 17 сентября По делу, это по делу, не петь Итак 17 сентября Там, сего года Что? 17 сентября сего года Что? В пол шестого На Киркстенштрассе Подсудимый Лёша не знает русского языка Подсудимый Подданный Рейнланд Пфальца на Рейне Карл Вольф Шлегельштайнхаузенбергедорф Шляясь Шествовал от Шлезвика Шествовал Шляясь Дальше Он уже приближается Ей передали посылку Для последующей пересылки И шелестя шинами Скрылся на семиместном Самоходном Митсубиси Насвистывая Нисколько не скользко Нисколько не скользко Очевидцы Отсутствовали Фаина Фаина с Алиной играли на пианино А Арина с Алиной Растили георгины Воровал и брал Проворовался и заврался Враль в орлам А Шериф с префектом В фуражках С дефектом Шли по шоссе В шашки играть Уже двери ломают Таким образом Что? Во всем уже подходит Подсудимый совершил преступление Предусмотренное статьями 6767 и 7676 Со Сфельского кодекса Украфу Клары Посланные ей на каравели От кавалеров королевы Карлово-Варский Ксилолитовые кораллы Здание реконструировали Проходы забаррикадировали Все их эвакуировали Время зафиксировали Все как запланировано Так и запротоколировано Поэтому прошу Уважаемый суд Вызвать в зал судебного заседания Свидетелей Шарлоту Шагане И Шарлиз Сабяляускас Спасибо 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 Самое главное Да, Виша Может быть вы Как-то тут нас не сильно Много народу Это вам так кажется Всем Встретимся В семнадцать В семнадцать В семнадцать Я вас услышала Я вас услышала Все, пока Вторая ступень Она более осознанная Ты действительно И готов услышать Ты уже берешь Ты понимаешь В каком моменте Своего профессионального развития Ты находишься Куда ты движешься И понимаешь Что еще плыть 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 Но мы хотим И мы будем Спасибо Ну что, дорогие мои На этом мы завершаем Нашу историю Браво Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok